Аитов Тимур Науфальевич, член Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Родился 10 декабря 1962 года. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института имени Калинина. Кандидат физико-математических наук. С 1991 по 1999 год – IT-директор торгового дома ГУМ. С 1999 года – соучредитель и генеральный директор компании ГУМ Интернет. С 2003 по 2006 год – директор по развитию РБК Софт. Группа компаний РБК. С 2006 года по 2008 – директор по развитию Российской ассоциации электронных коммуникаций. С 2009 года по 2010 работал вице-президентом Ассоциации региональных банков России. С 2011 года – исполнительный директор Ассоциации российских банков. С августа 2012 года – вице-президент Национального платёжного совета. С 2014 года по настоящее время – директор по международному развитию Ассоциации финансовые инновации. С марта 2019 года по настоящее время – руководитель Центра компетенций цифровизации финансовых технологий Фонда развития цифровой экономики. С 2016 по 2020 год – заместитель генерального директора группы компаний «Программный продукт». Является заместителем председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Вы по образованию физик-математик. Как так получилось, что вы пришли в сферу финансов? Я по базовому образованию не финансист, я физик. Физик, кандидат в физико-математических наук, но я долгое время был IT-директором ГУМа. Есть такой магазин на Красной площади, ГУМ, главное, там лет 10 я работал. И после этого перешел, много занимался, кстати, платежами, потому что любой торговый центр, он, знаете, принимает и карты, и другие безналичные счеты проводят. И после этого перешел на работу финансовую область. Был вице-президентом нескольких ассоциаций, был возглавлял во время Национальный платежный совет страны, сейчас вот занимаюсь финансовыми инновациями. Работа эта интересная, она как раз на грани, на стыке финансового бизнеса, и надо хорошо заниматься, разбираться в технологиях, потому что основа, основа любого сегодня финансового бизнеса, это технологии, которые его поддерживают, сфоризация, о которой мы много говорим. Все это надо хорошо представить. И опасности, кстати, которые они тоже генерят, скажем так, вот эти, правда, эти системы и продукты в платежах. Так что бэкграунд, технический бэкграунд мне помогает. За свою профессиональную деятельность вы реализовали десятки интересных проектов. Какой вам запомнился больше всего? Когда еще только начинался, бум, пошел интернет, я запустил интернет-магазин ГУМа и сделал новейшую технологию интернет-торговли. Мы все знаем, что у нас есть два варианта. Либо вы идете в обычный традиционный магазин офлайн, вот тут же ГУМ, например, покупаете вещи, либо вы сидите за этим мерцающим монитором компьютера и ищите там свой какой-то товар, осуществляете упаковку, ну и так далее. А я сделал третий вариант, третий, промежуточный. Посерединке в ГУМ, в ГУМе появилась Кибергелл. Девушка на этих роликовых коньках с веб-камерой на голове, в шлеме таком велосипедном. Эту камеру и шахтерскую такую лампочку я сам даже туда привинтил. Она ездила по ГУМу и помогала клиентам выбрать тот или иной товар. То есть, с одной стороны, она работала с клиентом дистанционно. Клиент по телефону говорил, куда двигаться, в какую секцию, показать какой товар. А потом мы уже отобранный товар отправляли ему по доставке. Вот эта технология была настолько, необычно мы ее называли Кибергелл. Была она сравнительно недорогая. Я специально взял эту невысокую цену для того, чтобы использовать ее как элемент маркетинга. Потому что заказали ведомости, коммерсант, но все наши крупнейшие газеты заказали интервью с этой девушкой. И потом поместили эти материалы. Все западные телевизионные каналы, VDR, Anten 3, Sky News, все приехали. Ну, я уж не говорю про все наши эти первые четыре кнопки. Все сделали репортаж об этой технологии. Сейчас она немножко уже отошла, она не используется. Но тогда это был огромный бум. Огромный бум. И даже, я помню, акции ГУМа подскочили на 4% после того, когда люди знали, что такая необычная технология в России появилась в то время. В нашей стране активными темпами идет цифровизация всех сфер деятельности. Совсем недавно даже появились цифровые рубли. Как вы считаете, что лучше – наличный или безналичный расчет? На самом деле у нас три уже, у меня, скажите, тогда три – цифровые деньги, наличные или безналичные. Потому что у нас цифровые деньги – это третья форма денег. Как вот я вам рассказывал про интернет-проект, смотрите, есть наличные деньги, есть безналичные, которые мы храним на счетах в банке, которые мы можем расплатить в счетах. А есть цифровые деньги. Они имеют свойства и наличных, и безналичных. Они появятся у нас скоро, уже в 2022 году Центробанк запустит первый проект, тестовый такой проект, будет тестировать эту технологию. Но чем они будут отличаться от обычных безналичных? Если у вас в кошельке, ну, на карте лежит там 100 рублей, они все одинаковые, 100 рублей, вы заплатили там, ну, я не знаю, воду купили, 100 рублей, они ушли от вас. А если вы будете платить цифровыми деньгами, тоже безналичной форме, то каждый цифровой рубль имеет свой индивидуальный номер, код. Ну, напоминает код, как на купюре, знаете, на купюре есть серия номер. И поэтому цифровой рубль получается так, что с одной стороны безналичный, а с другой стороны он сохраняет персонализацию такую присущую обычным наличным деньгам. И к чему это придет? Вы станете, когда вы начнете пользоваться цифровыми рублями, станете абсолютно прозрачным, в том числе и до Центробанка, возможно, каких-то фискальных органов, я уж не знаю, кто будет смотреть. Вот вы мне сказали, чем пользоваться? Наверное, с одной стороны, те, кто не хотят знать, куда он там деньги истратил, наверное, по-прежнему будут пользоваться наличными. Но многие захотят, например, перейти на цифровые рубли, потому что они будут храниться не в коммерческих банках, а в главном банке, в Центробанке. И поэтому они никуда не исчезнут, даже если начнутся самые такие серьезные катаклизмы, они уж в последнюю очередь исчезнут из Центробанка. Поэтому будет такая высокая надежность. Так что этот выбор останется за вами. Когда он появится, вот в 2022 году, вы уже возьмете, может быть, и тестируете, начнете технологии, посмотрите, подходит вам или нет цифровую рубль. Подходит, возьмет, я собираюсь взять цифровые рубли, потому что, ну что там, боец, я особо ничего такого предосудительного не покупаю на эти цифровые, на безналичные деньги. Так что, да, государству это будет удобно контролировать траты наших граждан, потому что, например, если вам будет поступать тоже какое-нибудь пособие, или вот там выплата за ребенка, или там вот этот, ну как вот, не подарок, не подарок, а перевод, вот 10 тысяч рублей, когда родители, имеющие детей, перед первым сентября получают. То есть, можно будет, если он будет приходить в цифровых рублях, можно будет настроить так систему, что в рознице вы сможете использовать цифровые рубли только их по прямому назначению. То есть, сам прием этот, тот торгово-сервисный предприятий, который принимать будет от вас рубли, она не сможет, допустим, принять ваши рубли, которые вы получили на ребенка за оплату, там, за табак, за наличие, за алкоголь и за другие подобные товары. Вот, ну и, конечно, можно будет следить лучше за тем, как наши чиновники используют государственные дотации на те же национальные проекты. Так что, цифровой рубль предоставит много новых возможностей гражданам и всему государству, но вот надо будет, надо будет к этому относиться, даже не знаю, как привыкнуть, потому что мы все становимся все более-более прозрачными. С какими опасностями в эпоху цифровизации сталкиваются банки и их клиенты? В одно слово тут не скажешь, даже не банка, может быть, сами граждане, которые эти деньги используют, хранят в банке, используют как инструмент платежей. Опасностей много. И даже не буду сейчас говорить про технологические опасности, которые связаны с тем, что хакеры получают доступ к счетам, взламывают их, ну и так далее. Самая большая на сегодня опасность, вот так называемая социальная инженерия, когда злоумышленники без всяких технических средств, просто уговаривая клиента, даже доходит до того, что просто уговаривает перевести деньги к нему на счет, никаких у него, кроме телефона, ничего нет, и он его убеждает. Ну, в крайнем случае, есть вот социальная инженерия первого типа и второго. Второго типа такая более, более, скажем, широко распространенная, когда человека вынуждает или уговаривает сообщить коды подтверждения операции. Когда вы совершаете какой-то платеж, вам приходит там смс-сообщение о том, чтобы подтвердить, что это вы, это вы на телефон, если идет двухфакторная аутентификация, вы вводите эти коды. Вот они их уговаривают разными предлогами, есть технические средства сообщить. Они просто уговаривают перевести деньги, взять кредит и отдать злоумышленники. Такие-то я не придумываю, такие реальные случаи совершенно недавно были. И как он попадает под это влияние, как его зомбируют этого человека. Ну, вот элементы, наверное, какого-то вот этого нейролептического программирования, они здесь есть. И вернуть эти деньги, конечно, во-первых, невозможно, а во-вторых, вот посмотрите, вы спрашиваете, какая опасность. В 80 доходит до 90% хищения как раз без применения технических средств, как раз вот простыми уговорами. Поэтому будьте аккуратны, когда вас начинает кто-то говорить, знаете, вот некоторые даже бравируют. Вот звонят эти злоумышленники, начинают говорить, это служба безопасности Сбербанка, сообщите, вот мы посмотрели, что ваши деньги там сейчас отправляются куда-то там, Пуэрто-Рико, это если не вы, сообщите там. Ну, начинают уговаривать. Ну, и человек, например, сидит и бравирует этим, начинает, да, это вы там из тюремного какого-то этого банка звоните, да, вот там. Вот это не надо с ним вообще разговаривать, потому что попадали даже люди посерьезнее, скажем так, чем я даже. То есть они попадали, мне приятели, но уже, правда, год прошел, попал под раздачу тоже, сидел дома. Он образованный человек, бизнесмен, пятницу вечер, ну, а уж не знаю, что он там, расслабился, не расслабился. Ему позвонили вот с такими этими рассказами. Вот мы вам сейчас, смотрите, хотим эту транзакцию заблокировать, а эти злоумышленники ее совершают. Но то, чтобы вы не сомневались, что вы действительно заблокируете, вы отправьте вот специальные четыре цифры, которые мы вам сейчас пришлем, а вы нам их обратно отправьте. Конечно, не нам. Отправьте нашему специальному роботу. Вот сейчас будет ссылка, и наш робот примет у вас эти... И он, не знаю, в каком состоянии, отправил и перевел, и унес со счета в тот день, эта черная пятница для нее была, исчезла 360 тысяч рублей. Вот они сняли с книжки, не с книжки, это со счета Собербанка. Вот на люди больше, на большую сумму эти страдают. Уговаривают взять даже кредит. То есть, у нас, смотрите, вот эти злоумышленники, социальные инженеры, у них средняя сумма хищения, если вы разделите общую сумму хищения, общее количество на сумму похищенного, вы получите, что в среднем воруют 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей за одну эту операцию. То есть, получается, что это деньги пенсионера или там какой-то аванс человек получил. То есть, в принципе, в массовых атаках обворовывают обычных наших граждан, но они превращаются в миллиарды, потому что там 250 тысяч, например, по прошлому кварталу этих мошеннических транзакций. Ну, конечно, бывают и выдающиеся случаи, когда вот именно зомбируют человека. Он говорит, у меня денег нет. Ничего страшного, идите сейчас, получите кредит, возьмите кредит, передайте. Мы сейчас ловим этих злоумышленников, вы как раз поможете нам их поймать. Возьмите кредит в банк, потребительский кредит, внесете там на какой-то счет через банкомат. Ну, все ему объясняют. Как они это делают? Я до сих пор не понимаю. Ну, это реальный случай. Поэтому пользуясь случаем, хочу сказать, всем зрителям быть максимально осторожным. И это не шутки, никакие не шутки. Это серьезные, возможные потери, это серьезные атаки, которые завершаются успехом. На ваш взгляд, каким минимальным уровнем финансовой грамотности должен сегодня обладать человек? Минимального уровня, наверное, уж нет. Наверное, самый минимальный уровень, если он там пользуется карты, безналичными платежами, это вот не сообщать эти пин-коды. Раньше, помните, были совсем такие безграмотные граждане, когда брали этот пин-код и писали на обратной стороне карты, и хранили карту вот с этим обратным пинком. Конечно, это нельзя делать. Потом были часто случаи, я сам видел, когда, допустим, зарплатный проект в день получки, кого-то одного пускают к этому банкомату с карточками, он идет веером, и тут у него, значит, на каждой карточке или такой списочком стоит у этого банкомата, и на каждую карту снимает кому-то там, ну, женщины обычные пользуются. Но сейчас уже как-то уже все стали осторожнее, я даже обратил внимание, как-то снимал деньги в банкомате, который в магазине стоял. И я посмотрел, тут стоит женщина такого довольно, скажем, зарелого возраста, она сказала, пожалуйста, отойдите на этот, на метод. То ли она имела в виду ковид, то ли она, смотря, опасалась, что я там увижу ее пин-код. Конечно, все стали уже вводить аккуратно пин-код, прикрывают его рукой. Это если карта идет речь, потому что... Ну, вот, что касается интернет-транзакций, то здесь вот эта социальная инженерия, конечно, тоже он должен знать, что он может в любой момент попасть под развод вот этих злоумышленников, которые занимаются вот этой социальной инженерией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова